В прошлый раз мы с вами начали изучать классические решения, которые называются инстантоны. Это и есть решение эвклидовых уравнений движения, которые имеют конечное действие. Мы рассмотрели теорию в пространстве эвклида с сигнатурой 4+, соответственно, 4-мерное эвклидовое пространство у нас есть. И рассмотрели теорию Янга-Милса с эвклидовым действием. Я уже символ Е писать не буду. Соответственно, оно равняется минус единица на 2Е квадрат. Трейс, интеграл, d4х, fμ в квадрате. Ну, где, как обычно, fμ, это и есть dμ, aμ минус dμ, aμ плюс коммутатор aμ, aμ. Значит, как обычно, он у нас раскладывается по генераторам, как fμ, a, t, t, a, t на e. И если подставить это разложение по генераторам вот в действие, да, мимо единица, мимо единица в этом курсе, мимо единица также присутствует. Соответственно, значит, если подставить вот сюда, то, соответственно, получится 1,4, интеграл d4х, fμ, a, t в квадрате. И в пространстве Евклида это выражение, очевидно, является положительно определенным, в отличие от пространства Минковского. Ну, понятно, все связано, собственно, вот с этим. Поскольку, значит, метрика представляет собой фактически дельта-символ Кронекера, то вот здесь вот просто сумма всевозможных квадратов. Вот в то время как в пространстве Минковского там некоторые слагаемые входили со знаком плюс, а некоторые слагаемые входили со знаком минус. Хорошо. Теперь уравнение движения, естественно, для этой теории понятно, как выглядит. dμ fμ равняется нулю. Здесь уже совсем не принципиально писать индексы сверху или снизу, потому что разницы между верхними и нижними индексами, конечно, нету. Вот. И, собственно, наша задача будет найти решение вот этих вот уравнений движения при условии, что действие является конечным. Вот, собственно, условие, определяющее инстантонное решение. Ну, мы с вами договорились, что рассматривается группа SU2. В этом случае, естественно, генераторы представляют собой матрицы Паули, деленные пополам. Вот. Ну и, собственно, дальше мы будем работать как раз вот с этой группой. Что мы с вами выяснили в прошлый раз? В прошлый раз мы выяснили следующее, что если действие конечное, то понятно, чтобы этот интеграл сходился. То есть, естественно, необходимо, чтобы на пространственной бесконечности тензор поля стремился бы к нулю. Ну, давайте равно нулю при х, стремящемся к бесконечности. Вот. А в свою очередь это условие совсем не означает, что амю равняется нулю. Ну, а оно говорит, что амю равняется омега дмю омега в минус первой. Ну, естественно, при х, стремящемся к бесконечности. Х, соответственно, это корень квадратный из хмю хмю. Вот. И вот эта вот штука, естественно, представляет собой чистую калибровку. Для нее тоже тензор поля равен нулю. Это мы с вами в прошлый раз убедились в этом. Кроме того, значит, элемент калибровочной группы СУ2 может быть представлен вот таким вот образом. А4 плюс ИА3. Так. И А2 плюс А1. Так. А4 минус ИА3. Так, здесь. А, ИА1 плюс А2. ИА1 плюс А2. Вот, значит, здесь ИА1 минус А2. И, соответственно, равняется Е мю А мю. Значит, где Е мю? Это есть по определению у нас, значит, первые три компонента. Это матрицы Паули умножить на мнимую единицу. А последняя компонента — это единичная матрица размера 2 на 2. Вот. При этом вот эти вот А должны удовлетворять условию единичности детерминанта. Ну, поскольку, понятно, группа С. Поэтому вот это вот С в названии группы означает, что определитель элементов равен единице. Ну, и условие еще должно быть вот это вот. Единица равняется детерминант омега, равняется А1 квадрат плюс А2 квадрат плюс А3 квадрат плюс А4 квадрат. Что представляет собой, естественно, сферу в четырехмерном пространстве, вот, ну, которую мы обозначали С3, СУ2. То есть группа СУ2 — это с топологической точки зрения сфера С3. Таким образом, мы получаем, что в каждой точке пространственной бесконечности, которую можно мыслить себе как сферу С3 бесконечно большого радиуса, задано поле АМИ, удовлетворяющее вот этому условию, ну, или же эквивалентно задан элемент группы СУ2, который, так сказать, естественно, значит, представляет собой некоторую точку на сфере С3, СУ2. Поэтому, соответственно, значит, получается отображение вот такое вот. И, естественно, оно нас интересует с точностью до гладкой деформации, которая соответствует несингулярным калибровочным преобразованиям. Вот, с точностью до гладкой деформации это отображение характеризуется топологическим числом n, которые есть степень отображения. Значит, ну и в прошлый раз мы, собственно, значит, вот с помощью формулы вот такой вот, значит, dny там по n интеграл по m dnx детерминат dy по dx с помощью вот этой вот формулы мы с вами вот это вот топ-число вычислили. И получили некоторую для него формулу. Ну, попробую сейчас написать по памяти, потом шпаргалки проверим. Так, интеграл по S3 бесконечность, да, это, по сути, вот эта вот штука m. Вот, потом, значит, идет dsμ, εμν αβ, εααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα Ну, давайте на всякий случай, поскольку это стартовая точка, значит, для дальнейших наших рассуждений проверим по шпаргалке. Да, вроде так. Хорошо, значит. Вы сейчас рассказываете по образованию ЗСУ-2. Не-не-не, не ЗСУ-2. Смотрите, еще раз. Еще раз. Значит, на пространственной бесконечности. Чтобы действие эвклидового было конечным, нужно, чтобы эвклидово стремилось к нулю. Стало быть, амю чистая калибровка. Стало быть, в каждой точке пространственной бесконечности задан элемент СУ-2. Пространственная бесконечность — это сфера бесконечно большого радиуса. Согласны? Значит, ну, если существует предел при х, стремящемся к бесконечности всех величин, то все величины будут зависеть только от углов. А если, значит, у нас все величины зависят от углов, это все равно, что они заданы на какой-то сфере. Соответственно, вот у нас сфера С3 бесконечности — это пространственная бесконечность. Значит, и в каждой ее точке задан вот такой элемент, удовлетворяющий вот этому условию. А стало быть, он принадлежит тоже сфере, так? Поэтому в каждой точке этой сферы задан элемент вот этой. Ну или же, другими словами, есть отображение. Ясно, да? Ну, стандартная довольно вещь, вот теория классических решений. Мы уже так сталкивались несколько раз с этими вещами. Ну и, собственно, значит, вот эти отображения характеризуются своей степенью. Это, естественно, целое число. Ну, значит, мы ее вычислили в прошлый раз. Вот она дается вот такой вот хитрой формулой. Ну, формула, понятно, не особо удобная для работы. Потому что, ну, скажем, есть у нас какой-то амю. Знаем мы его. Значит, дальше что надо сделать? Значит, сначала ее надо представить в таком виде, да? Потом, значит, омега записать вот так. Потом, значит, подставить сюда, там продифференцировать. Ну, сложно довольно, да? На самом деле, действительно, формула не очень удобная для какой-то работы. Поэтому, ну, будем ее потихонечку-потихонечку переписывать немножечко по-другому. Хорошо, значит, прежде чем это делать, а, собственно, как раз сегодня в начале мы в основном будем вот этим и заниматься, мы сначала некоторые, значит, вспомогательные тождества выпишем, которые нам потребуются. Значит, давайте мы с вами еще раз запишем определение вот этой вот величины емю. Значит, мю в данном случае пробегает значение от единицы до четырех. Значит, еще раз, это и сигма, единичная матрица размера два на два. Вот, то есть, вот эти, каждый из этих е, это матрица размера два на два. Вот, соответственно, емю крест, значит, равняется минус и сигма, и единичная матрица, поскольку матрицы Павли являются, естественно, эрмитовыми. Вот, и поэтому эрмитовое сопряжение действует только на мнимую единицу. Ну вот, значит, для того, чтобы вот эту вот формулу сейчас в некотором более красивом виде переписать, нам потребуется пара тождества. Ну, самое простое из них, например, такое. Скажем, если я возьму ЕАТ крест ЕБ, ну, здесь я без разницы, так сказать, буквы АБ тоже пробегают значения от единицы до четырех, значит, никакой принципиальной разницы там между мю и АБ нету, вот, то это оказывается 2 дельта АБ. Ну, соответственно, АБ равняется 1,4. Ну, давайте проверим, давайте проверим, дело не особо хитрое. Значит, что нужно сделать? Что нужно сделать? Значит, надо просто перебрать все возможные варианты. Ну, допустим, значит, первое, значит, АБ пробегает значения от единицы до трех. Тогда в этом случае вот эта вот величина сводится к чему? Она сводится к следу минус И матрица Паули АТ, это вот этот кусок, вот отсюда взят, и умножить на мнимую единицу на сигма БТ. Дельта АБ равняется трейс сигма сигма Б, ну, а эта величина прекрасно всем известная, 2 дельта АБ. Ну, при этом, естественно, значит, в отличие от вот этой формулы, здесь индексы пробегают от единицы до трех. Поэтому, значит, это, конечно, похоже, но на самом деле, конечно, только частный случай некоторый. Хорошо, второе, второе. Ну, допустим, А пробегает значение от единицы до трех, В равно четырем. Ну, в этом случае что получается? След, значит, минус И сигма А, ну, а вот здесь возникает единичная матрица. След матриц Паули равен нулю, тоже все прекрасно знают. Значит, ровно то же самое, ровно то же самое получается, если, соответственно, значит, А равно четыре, АБ от единицы до трех, ну, я уж не буду писать лишний раз. Так, ну и равно, естественно, равно. Значит, 2 дельта символ АТ4, да? Поскольку А пробегает значение от единицы до трех, В равно четырем, ну, понятно, вот эта величина заведомо нулевая. Так, ну и последний, третий случай, когда А равно В равно четырем, ну, тогда вот это вот выражение сводится просто к произведению двух единичных матриц, ну, что, естественно, равняется двум и равняется там два дельта символа 4,4. Вот, ну, вот, собственно, и все, да? То есть, тождество доказывается моментально такое. Хорошо, значит, ну, нам понадобится несколько это тождество, по крайней мере, в ближайшее время, через некоторое время оно, конечно, нам очень пригодится, вот, но сейчас для нас будет более интересным тождество вот какое, значит, трейс, когда у нас четыре таких штуки есть, значит, ну, вот здесь вот, поскольку есть вероятность где-нибудь ошибиться, то, соответственно, значит, надо написать уже по бумажке. ЕА, ЕМ крест, ЕМ, такая вот штука. Значит, это будет 2 эпсилон НАМБ, так, плюс, а дальше похоже на след гамма-матрис, да, 4, дельта МБ, так, минус, дельта МН, дельта АБ, плюс, дельта НБ, дельта МА. Ну, вот, значит, вот такое вот свойство также имеет место, значит, и, в общем-то, проверяется аналогично. Я специально, значит, подробно рассмотрел вот более простой случай, значит, сложный случай, значит, один в один можно доказать, можете дома потренироваться, доказать вот это вот тождество. Ну, я все проделывать не буду, значит, абсолютно, значит, все действия. Давайте мы с вами просто поймем, почему здесь возникает эпсилон символ. Значит, для того, чтобы понять, для чего здесь нужен эпсилон АМБ, значит, нам нужно, понятно, значит, рассмотреть следующую величину. Скажем, трейс, значит, Е1 крест на Е2, на Е3 крест на Е4, да. Значит, вот тогда, поскольку все индексы разные, да, то все дельта-символы, они обратятся в ноль, очевидно, совершенно, да. Вот, поэтому, значит, по сути, вычислив вот эту величину, ну, по крайней мере, мы проверим вот этот коэффициент. Вот, ну, конечно, там, если все делать аккуратно, надо, естественно, значит, перебирать все возможности очень аккуратно, ну, я возиться не буду с этим, много, как бы, довольно технически простых, но длинных операций, соответственно, поэтому давайте, значит, просто вот убедимся, что вот для такой вот штуки, действительно, вот это равенство верно. Хорошо, ну, смотрите, значит, надо просто подставить их явно, значит, что будет здесь. Минус И сигма 1 на И сигма 2 на минус И сигма 3 на единичную матрицу, равняется, значит, сколько тут получится? Минус И, да? Минус И трейс сигма 1, сигма 2, сигма 3. Значит, произведение сигма 1, сигма 2 известно, это И умножить на сигму 3. Вот, соответственно, получается, значит, минус И на И трейс сигма 3 в квадрате равняется, ну, трейс единице равняется двойке. Ну, действительно, это полностью согласуется вот с этой формулой, потому что все дельта-символы равны нулю, поскольку индексы все различны. Вот, а эпсилон-символ, ну, естественно, для такого порядка следования вот этих вот индексов будет, естественно, равен единице. Хорошо, так что действительно убедились. Ну, значит, дальше давайте поверим в то, что эта формула справедлива. Значит, если не верите, вот можете убедиться дома тем способом, который я вам показал на простом примере. Вот, ну, а я, пожалуй, что уже дальше вот эту вот формулу буду использовать. Хорошо. Раз такая формула у нас есть, тогда давайте сформулируем следующее утверждение, что вот это вот топ число n, которое вот здесь вот написано, может быть эквивалентно представлено в следующем виде. Так, опять же, я рискну, чтобы не ошибиться в знаке, все переписать с бумажки. Значит, единица на 24π квадрат, трейс, интеграл по S3 бесконечность. Значит, dsμ, εμν, α, β, умножить на следующую величину. ωdν, ω в минус 1, ωdα, ω в минус 1, ωdβ, ω в минус 1. Ну, вот так можно скобку поставить, в принципе. Значит, хорошо. Соответственно, значит, вот в таком виде мы, значит, топ число переписываем. Значит, трейс, естественно, в данном случае действует вот на эту скобку, да, поскольку в ней стоит матрица размера 2 на 2. Ну, ω, естественно, понятно, это есть там, εμ на αμ, как обычно. Вот. Ну, собственно, значит, осталось только вот это утверждение доказать. Ну, хорошо, доказательства. Давайте, пожалуй, что начнем, ну, с наиболее простого. С наиболее простого. Вспомним, что есть следующая формула, да, dα там от единицы равняется dα от ω ω в минус 1 равняется dα ω на ω в минус 1 плюс ω dα ω в минус 1. Ну, знакомая формула еще там по прошлому семестру. Хорошо, и давайте мы, пожалуй, что этой формулой воспользуемся вот здесь вот. Вот, для этой вот штуки. Тогда, соответственно, значит, ну, вместо α надо, естественно, β везде написать будет. И тогда у нас получится, что вот это вот выражение, которое здесь написано, вот здесь вот будет равно следующему. Так, как-то вот мне не очень хочется его, значит, заново переписывать. Ну, давайте так, я сформулирую словами, вы тоже как-то отметьте, что я, значит, начинаю вот отсюда. То есть я буду вычислять вот это вот выражение. Поэтому, значит, дальше я пишу вот это вот n, которое дается вот этой вот формулой, оказывается равным следующему выражению. Значит, ну, минус с учетом вот этого равенства. Минус 1 на 24π квадрат. Теперь трейс. Интеграл s3 бесконечность dsμ. Так, εμμα β. Так, ну, здесь я уж скобку писать не буду. Значит, ωδνω ω в минус 1. ωδα ω в минус 1. А здесь будет, соответственно, dβ ω на ω в минус 1. Да, я воспользовался вот этой формулой. Ну, понятно, эта штука перенесена сюда с другим знаком. Знак минус, вот он появился. Теперь, сделая циклическую перестановку под знаком следа, значит, я могу ω в минус 1 перенести сюда. И, естественно, вот эти вот штуки сократятся. Ну, после чего я вспомню, что ω равняется, там, ЕАТ на А с индексом А, ω в минус 1 равняется ЕАТ крест на Е с индексом А в силу унитарности. Подставляю туда, что получается. Минус 1 на 24π квадрат, трейс, интеграл ds... Да, да, спасибо, спасибо большое, конечно. Конечно. Большое спасибо. Так, есть. Хорошо, подставляем. Естественно. Вот здесь? Нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотрите. Значит, когда я вот это вот dβ перекидываю сюда, знак, естественно, меняется. Здесь был плюс, стал минус, да? А ω Графсманово четное, да? Поэтому, естественно, оно сюда переставляется без изменения знака, да? Правильно. Согласны. Хорошо, хорошо. Ну, давайте подставлять. Давайте подставлять. Значит, сразу же понятно, что вот эти вот все Е не дифференцируются, да? Это, в конце концов, некоторые постоянные матрицы. Там либо единиц, либо матрицы Паули. Поэтому все производные будут действовать вот сюда. Ну, что получается? Epsilon, mu, nu, α, β. Теперь здесь будет E, nt крест на d, nu, a, nt. Это будет вот эта вот штука. Теперь следующее, вот это вот идет. Ну, E, a, t на a с индексом a. Потом вот это. Значит, E, nt крест, dα, a, mt. И последнее, E, b на dβ, a с индексом b. Хорошо, теперь смотрите, значит, что здесь идет под знаком следа. След действует на вот это, вот это, вот это и вот это. Соответственно, а вот эти вот штуки, это некоторые коэффициенты. Соответственно, я смотрю и вот вижу, что получается как раз то, что стоит в левой части вот этой формулы. Поэтому, ну, дальше я, соответственно, этой формулой воспользуюсь. Подставлю результат. Сколько получится? Ну, двойка сократит там одну двадцать четвертую, получится минус единица на 12π квадрат. Трейса уже не будет. Будет интеграл ds, mu, epsilon, mu, nu, α, β. Так, давайте сначала напишем все, что стоит перед следом. Значит, а стоит a с индексом a, потом dν, а с индексом n, потом dα, а с индексом m, и dβ, а с индексом b. Так, и скобка, а в скобке стоит вот это вот выражение. Соответственно, значит, ну, без двойки, естественно. Epsilon n, а, m, b. Так, плюс дельта n, а, дельта m, b. Минус дельта mn, дельта ab. Так, ну, давайте, чтобы здесь все уместилось. Плюс дельта n, b, дельта m, а. Вот такое выражение получилось. Хорошо, теперь я утверждаю, что все слагаемые с дельта символами в этом выражении просто исчезают. Убедиться в этом достаточно несложно. Смотрите, поскольку у меня есть условие, что a с индексом a в квадрате равняется 1, ну, это сумма квадратов, там, всех a от первого до четвертого. То я могу просто продифференцировать это равенство. Соответственно, дифференцируя, я получаю, что 0 равняется, там, dα от 1 равняется, dα от a с индексом a в квадрате равняется 2аат на dα с индексом a. Поэтому, если где-то у меня вот такая величина возникает, то она оказывается равной 0. Ну, давайте посмотрим. Вот здесь вот есть a с индексом a. А дельта символы индекс a сворачивают, ну, либо с n, либо с b, либо с m. А здесь смотрим, вот у нас есть a n, a m, a b. И как раз вот эти вот дельта символы, которые содержат букву a, они как раз приводят к появлению, значит, вот такой вот структуры, которая здесь показана справа. Хорошо, поэтому, соответственно, значит, все эти дельта символы в силу вот того равенства оказываются равными 0. Ну, что остается? Остается как раз что-то очень похожее на топ число. Ну, давайте напишем n равно минус единица на 12π квадрат, интеграл dsμ, s3 бесконечность, εμν, α β, εμ, так, εμ, n, a, m, b. Так, потом a с индексом a, t, dν, a с индексом n, dα, a с индексом m, dβ, a с индексом b. Смотрите, ну, допустим, ну, какое вам больше нравится слагаемое? Самое первое, n, a. Вот есть дельта символ n, a. Он сворачивается вот с этой структурой со всей, да? Смотрите, есть вот здесь индекс a, вот здесь индекс n. Как только вы, значит, дельта символ свернули, n заменится на a. Получится a с индексом a, dν, a с индексом a. И вот сюда смотрим, как раз такая же структура, там, с точки зрения замены α на ν получается. И 0 это будет. И все остальные точно так же. Так, ну ладно, значит, вернемся к этому. Значит, здесь похоже на то, что было там в конце прошлого раза и сегодня в начале. Но видно, что знак, например, другой, да? А раз знак другой, ну, значит, надо как-то попытаться все-таки привести к тому, что было. Ну, понятно, что, значит, не просто здесь неправильный знак, а еще, значит, отличается расстановка индексов, да? Значит, и нужно восстановить, значит, такие индексы, которые были в предыдущей формуле. Так, по-моему, значит, в предыдущей формуле, значит, вот эта штука называлась буквой b, вот эта вот штука называлась буквой c, вот эта штука называлась буквой d. Дайте, значит, взгляну на всякий случай. Да, ровно так. Соответственно, значит, давайте в эпсилон-символе, значит, вместо n напишем b, значит, вместо m напишем c, и вместо b напишем d. То есть здесь в итоге стоит эпсилон-символ b, a, c, d. Ну, естественно, переставляя местами индексы a и b, мы получаем a, b, c, d с обратным знаком. Поэтому, естественно, это выражение будет равно уже плюс теперь, единица на 12π квадрат, интеграл dsμ, s3 бесконечность, эпсилон μν, альфа, бета, эпсилон a, b, c, d, a с индексом a, dν, а с индексом b, dα, а с индексом c, dβ, а с индексом d. Ну, а это и есть как раз то самое выражение, которое было получено еще в прошлый раз даже, да? Поэтому, ну, собственно, утверждение доказано. Утверждение доказано. Так, таким образом, значит, в итоге для топ-числа у нас появляется следующая формула. Единица на 24π квадрат, трейс, интеграл, s3 бесконечность, dsμ, эпсилон μν, альфа, бета, омега, dν, омега в минус первый, омега, dα, омега в минус первый, омега, dβ, омега в минус первый. Так, еще раз, значит, проверяем то, что написано, кажется, из головы. Так, хорошо, есть. Значит, такая формула у нас доказана. Но это тоже не есть, наверное, самая приятная формула для топ-числа. Вот, давайте мы с вами попробуем записать ее еще в более красивом виде. Значит, и на самом деле ее можно записать совсем компактно. Значит, утверждение следующее, что вот это вот топ-число может быть записано вот в таком виде. Минус единица на 16π квадрат, след интеграл d4x, заметьте, здесь dsμ, здесь d4x, fμ на fμ с волной. Вот, ну, естественно, где fμ с волной? Это, как обычно, дуальный тензор, эпсилон μν, альфа, бета, f альфа, бета. Вот, ну, на самом деле, вот такая вот формула для топ-числа как раз встречается в таком виде топ-число наиболее часто. И, собственно, наша задача будет как раз попытаться вот эту вот формулу проверить. Ну, это дело длинное, значит, но тем не менее мы попробуем. Так, доказательства. Значит, ну, первое, на что стоит обратить внимание, то, что здесь стоит интеграл d4x, а здесь интеграл dsμ. Понятно, что, значит, интеграл по d4x можно превратить в интеграл по dsμ, только в том случае, если под интегралом стоит полная производная. Поэтому первое, с чего мы начнем, мы с вами попытаемся превратить вот выражение, которое стоит, по сути, под интегралом, ну, вместе со следом, в полную производную. Хорошо, таким образом давайте начнем с того, что рассмотрим вот такую величину. След fμ на fμ с волной. Равняется. Подставляем определение тензора поля. dμ, аμ минус dμ, аμ плюс коммутатор аμ, аμ. Так, скобка, скобка, fμ с волной. Вот. Хорошо. Равняется. Ну, давайте сделаем пару очевидных преобразований. Ну, во-первых, очевидно совершенно, что вот это вот слагаемое и вот это слагаемое просто совпадают. Действительно, они отличаются друг от друга перестановкой индексов μ и ν и знаком. Вот. А свертываются они, значит, вот с fμ с волной, который антисимметричен относительно перестановок индексов μ и ν. Поэтому, естественно, там простое переименование индексов немедленно, значит, дает совпадение. Так, не нужно делать. Или нужно? Не нужно. Хорошо. Тогда сразу пишем, значит, будет трейс, скобка, 2, dμ, α, ν, f с волной, μ, ν. Так, а здесь, пожалуй, что мы переставим местами, α, μ и α, ν. Ну, так мне больше нравится. Естественно, поскольку здесь коммутатор, при этом знак надо поменять. Вот так. Хорошо. Равняется. Ну, еще парочка преобразований. Значит, трейс. Давай теперь такую скобку напишем. Ну, попробуем извлечь полную производную отсюда. dμ, α, ν, fμ с волной. Ну, естественно, если я так написал, то надо там вычесть лишнее. α, ν, dμ, f с волной, μ, ν. Так, ну, понятно, если производная действует сюда, получается вот это. Если производная действует сюда, то ответ сокращается с этим. Поэтому равенство. А что касается этого слагаемого, то я его перепишу так. минус, с учетом того, что здесь след, α, ν, коммутатор, α, μ, fμ с волной. Так, очевидно или нет? Смотрите. Как? Или требует пояснений? Вот то, что вот эта штука равна вот этому. Как? Вот не очевидно. Не знаю, как вам. Она требует пояснений. Хорошо. Значит, давайте небольшое отступление. Trace A. Давайте, как он там. Как там? Значит, коммутатор ABC равняется trace ABC минус BAC. Теперь хочу организовать, значит, превратить вот этот коммутатор AB в коммутатор BSC. Да? Поэтому A у меня всегда должно стоять на первом месте. Делаю циклическую перестановку под знаком следа. Вот сюда B. Равняется trace ABC минус ACB. Равняется trace A коммутатор BSC. Ну, теперь должно быть очевидно, да? Вот такое тожество полезное. Стоит помнить. Соответственно, вот я им воспользовался. Сюда было A, A, F минус волной, а теперь коммутатор стал отсюда действовать. Так, есть, да? Хорошо, хорошо. Значит, разобрались. Ну, ладно, придется это стереть. Вычислений еще довольно много. Так, теперь вспомним, что есть такое тожество Бьянки. 0 равняется Dμ, F с волной миню равняется Dμ, F с волной миню плюс коммутатор Aμ, F с волной миню. Вот, ну, его вы даже там в прошлом семестре когда-то доказывали. Хорошо, теперь смотрим. А у нас вот тут вот есть похожие слагаемые, да? Значит, ну вот, если бы здесь тоже была бы двойка, то сразу бы у нас полная производная получилась. Но почему-то вот здесь вот единичка, а не двойка. Вот, и поэтому, ну, сразу сократить вот это с этим не получится. Поэтому, соответственно, значит, ну, значит, будем действовать исходя из того, что у нас получается. Вот, конечно, может, хотелось бы сразу сократить, но это будет неправильно. Вот, а правильно, соответственно, будет вот так вот. В силу торжества Бьянки вот это слагаемое сократит вот эту двойку, да? Понятно совершенно, так сказать, вот два вот этих вот выражения. Можно представить как одно такое выражение плюс еще одно такое. И, соответственно, значит, одно это выражение с этим сократятся в силу торжества Бьянки. Вот, хорошо, теперь, значит, что осталось? Осталось следующее. След, значит, 2D мю А ню Ф с волной мю ню минус А ню на Д мю Ф с волной мю ню. Ну вот, так что, видите, скажем так, с первого раза сразу по-быстрому получить полную производную не вышло. Но, тем не менее, мы все-таки, так сказать, попытаемся, значит, продвинуться дальше. На самом деле, как ни странно, это выражение все-таки действительно есть полная производная. Вот, ну и для того, чтобы это убедиться, понятно, надо будет нам рассмотреть вот это вот второе слагаемое. Здесь-то уже вот она полная производная есть. Ну, а здесь пока что-то непонятное. Итак, ну давайте теперь, пожалуй, что перейдем сюда и рассмотрим такое выражение. Так, трейс, а ню, так, Д мю, Ф с волной мю ню. Равняется. Используем определение вот этого Ф мю ню с волной. Одна вторая, эпсилон, мю ню, альфа, бета, трейс, так, А ню, Д мю, скобочка, и, собственно, здесь должно стоять Ф альфа бета. Ну, я его напишу сразу по определению. Ф мю минус Д бета А альфа плюс коммутатор А альфа А бета. Так, скобка круглая сначала. Круглая закрывается, потом квадратная. Круглая, квадратная. Ну, начнем с того, что первые два слагаемые, очевидно, равны нулю. Да, вот это и вот это. Ну, по вполне понятной причине, производная Д мю действует на производную Д альфа. Значит, вместе это будет симметричный тензор по индексам мю и альфа. И свертываясь с антисимметричным эпсилон символом, конечно, получается ноль. Ровно то же самое во втором слагаемом. Симметричный по мю и бета тензор сворачивается с антисимметричным по мю и бета тензор. Поэтому, естественно, ноль. Хорошо, ну вот, еще осталась вот такая штука. Равняется. Ну, опять же, что здесь можно сказать? Во-первых, оба слагаемых в коммутаторе, который, естественно, равен А альфа А бета минус А бета А альфа, они, естественно, совпадают, поскольку отличаются друг от друга перестановкой индексов альфа-бета и знаком, а сворачиваются с тензором антисимметричным по альфа и бета. Поэтому, естественно, значит, результат будет одинаковый для этих двух слагаемых. Поэтому можно это написать так. Эпсилон, мю, ню, альфа-бета, трейс, а ню, так, д мю, а альфа-бета. Так, скобка, скобка, равняется, воспользуемся формулой для производной произведения. Эпсилон, мю, ню, альфа-бета, трейс, скобка, а ню, д мю, а альфа на а бета плюс а ню, а альфа, д мю, а бета. Вот. Ну, не похоже, конечно, на полную производную, явно совершенно, но, тем не менее, полная производная. Значит, несложно проверить, что оба слагаемых в этой формуле совпадают. И более того, каждая из них представляет собой полную производную. Ну, давайте в этом убедимся. Ну, наверное, начнем с того, что проверим, что они совпадают друг с другом. Вот рассмотрим, например, первое слагаемое. А ню, д мю, а альфа на а бета. Что мы с ним сделаем? Давайте попробуем вот это. Да, на эпсилон символ. На эпсилон символ. Мю, ню, альфа-бета. Равняется. Ну, давайте, раз уж я сказал, что надо доказать совпадение, давайте докажем. Благо, не особо сложно. Значит, давайте переставим вот этот вот а бета под знаком следа вперед. Тогда что получится? Эпсилон, мю, ню, альфа-бета. Трейс. А бета. А ню. Д мю. А альфа. А теперь переставим индексы. Ну, так, чтобы они были похожи на то, что здесь стоит. Вместо альфа напишем бета. Вместо ню напишем альфа. Вместо бета напишем ню. Соответственно, здесь будет ню, здесь будет, так, бета, здесь будет альфа. Вот. Ну, мю остается мю по-прежнему. Что теперь делаем? Индекс ню переставляем с альфа и с бета. Две перестановки, знак плюс. Поэтому равняется эпсилон мю ню альфа-бета на а ню а альфа д мю а бета. Ну, таким образом, действительно, оба эти слагаемых получились одинаковые. Ну, а что касается полной производной, это уже после перерыва. Осталось доказать, что это и есть полная производная. Ну, хорошо. Давайте сделаем следующую вещь. Сделаем снова еще одну циклическую перестановку. Поставим вот эту вот д мю а бета на первое место. Естественно, под знаком следа, который здесь почему-то был утрачен. Так, равняется. Равняется. Значит, эпсилон мю ню альфа-бета трейс д мю а бета, а ню а альфа. Опять переставляем индексы. Значит, вместо альфа пишем бета, вместо ню пишем альфа, вместо бета пишем ню. Соответственно, тогда здесь получится эпсилон символ мю, значит, альфа вместо альфа бета, вместо бета ню. Ну, снова две перестановки ню с бета и а с альфа восстанавливают исходный порядок индексов. Поэтому получается эпсилон мю ню альфа бета на д мю а ню а альфа а бета. Замечательно. Трейс. 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 Он все время в этом месте исчезает. Так, теперь последнее усилие. Значит, вот есть три одинаковых выражения. Значит, раз, два, три. Давайте, раз они три одинаковые, то, понятно, равны одной трети от их суммы. Поэтому можно написать это так, что это будет. Равно одна треть эпсилон мю ню альфа бета. Это везде одинаково. Трейс. Он тоже везде одинаковый. А дальше что получится? Получится. Сначала напишем, ну, вот это вот давайте напишем. d мю а ню а альфа а бета. Так, ну, вот эти индексы уберем, чтобы не мешались. Теперь напишем следующее вот это. Плюс а ню д мю а альфа а бета. Так, ну, и последнее напишем, какое осталось. Вот это вот. Плюс а ню а альфа д мю а бета. Так, ну, а теперь уже смотрите. Тут уже явно присутствует очевидное полное производное. В силу формулы для производной произведения, очевидно, получается, что вот это вот исходное выражение, оно будет равно одной трети д мю, эпсилон символ, мю ню а альфа бета, трейс, а ню, а а альфа, а бета. Ну, очевидно совершенно, что производная может действовать сюда, сюда и сюда. Значит, если она действует на первой слагаемой вот это, на первой со множителя получается вот это, если она действует вот сюда, получается вот это, если она действует вот сюда, получается вот это. Так что действительно оказалось, что это полное производное. Хорошо. Теперь смотрите, два слагаемых вот здесь. Мы с вами тоже говорили одинаковые. Поэтому остается просто вернуться вот к этому выражению и записать для него ответ. Равняется, поскольку два одинаковых слагаемых, то две трети, эпсилон, мю, ню, альфа, бета. Теперь д мю, трейс, а ню, а альфа, а бета. Все, есть. Таким образом, вот этот вот кусок мы записали в виде полной производной. Ну, а, собственно, для чего нам этот кусок был нужен, давайте вспомним. Вот. Он был нужен вот для этого, чтобы записать вот это вот выражение в виде полной производной. Что у нас теперь получилось? У нас получилось, что вот эта величина будет как теперь записываться? Ну, здесь я тоже воспользуюсь определением дуального тензора поля. Соответственно, будет эпсилон, мю, ню, альфа, бета. Там двойка и одна вторая сократятся. Значит, будет д мю, трейс. Дальше останется, соответственно, а ню, f альфа, бета. Так, и минус две трети, вот те вот, соответственно, а ню, а альфа, а бета. Ну, вот получилась вот такая вот полезная формула, что вот это вот выражение представляется в виде, значит, полной производной. Значит, у этой формулы есть там обобщение. Ну, про них я, пожалуй, что говорить не буду. Давайте формулу на всякий случай проверим, правильно ли она получилась. Все правильно получилось. Вот. Ну, и эта формула как раз позволит нам доказать вот это вот утверждение, которое мы сформулировали. Значит, в чем оно заключается? Оно заключается в том, что топ-число может быть представлено вот в таком виде. Это нам же предстоит доказать, поэтому вопрос. Трейс интеграл d4x f-меню на f-меню с волной. Значит, ну давайте мы с вами воспользуемся той формулой, которую мы доказали. Будет минус единица на 16p квадрат трейс интеграл d4x эпсилон мю-ню альфа-бета d мю. Так, ну трейс уже есть, поэтому а-ню f-альфа-бета минус 2 трети а-ню а-альфа-бета. Хорошо. Ну понятно, дальше работает, естественно, теорема Гаусса. Соответственно, получается минус единица на 16p квадрат трейс интеграл ds мю по s3 бесконечности, естественно. Граница четырехмерного пространства, естественно, бесконечно большая сфера. Соответственно, остается здесь эпсилон мю-ню альфа-бета, а-ню f-альфа-бета минус 2 трети а-ню а-альфа-бета. Так, ну осталось всего ничего. Осталось вспомнить, что в силу условия конечности действия на пространственной бесконечности, а интегрирование как раз и ведется по пространственной бесконечности, у нас f-меню достаточно быстро стремится к нулю, а, соответственно, там а-мю стремится к омега d мю омега в минус 1. Поэтому, собственно, давайте продолжая вот это равенство, вот сюда мы его сейчас продолжим, мы получаем следующее, что вот это просто исчезнет, поскольку f-меню стремится к нулю. Теперь минус 2 трети на 1 шестнадцатую, но это если, значит, так подумать, то можно, значит, собрать, что это будет 1 двадцать четвертая, поэтому будет равно единице на 24π квадрат, трейс, интеграл s3 бесконечность ds мю, эпсилон мю-ню а-альфа-бета. Ну а вместо вот этих а я подставляю, естественно, асимптотики на бесконечность, раз интегрирование это по пространственной бесконечности ведется, то, соответственно, получается омега d ню омега в минус 1, омега d альфа омега в минус 1, омега d бета омега в минус 1. Ну вот, а эта формула нам уже знакома. Значит, она нам встречалась в предыдущем утверждении. Так что все, вопрос снимается, все правильно получилось. Значит, утверждение доказано. Так, ну и вот эта формула, конечно, для топ-числа наиболее известная, очень часто встречается. Вот, ну вот мы ее, говорит, с нуля, практически из первых принципов сумели вывести. Так, ну давайте теперь начнем следующий параграф, так как он у нас там по счету должен быть. Так, параграф третий. Уравнение самодуальности и антисамодуальности. Так, мы переходим постепенно к тому, чтобы построить инстантонные решения в явном виде. Ну для этого, скажем так, ну наивно можно было бы попытаться решить уравнение движения, которые представляют собой уравнение второго порядка. Но на самом деле существует некоторый прием, который позволяет уравнение движения для решений с конечным действием свести к уравнениям первого порядка. Ну прием, который там чем-то напоминает, наверное, ограничение богомольного. И, собственно, мы сейчас этим приемом воспользуемся для того, чтобы свести уравнение движения, которые являются уравнением второго порядка, к более простым уравнениям, которые будут уравнением первого порядка. И, собственно, решать мы уже будем как раз уравнение первого порядка. Ну хорошо, давайте мы начнем, пожалуй, что с какого-нибудь очевидного равенства. Ну, например, 0 больше либо равно, чем, скажем, интеграл d4x f меню АТ плюс-минус f с волной меню АТ в квадрате. Ну, заведомо в пространстве эвклида, естественно, это, очевидно, верное равенство. Почему? Потому что в эвклидовом пространстве все квадраты суммируются со знаком плюс благодаря сигнатуре. И, конечно же, интеграл от положительного выражения заведомо величина положительного. Но f меню АТ, естественно, величина вещественная. Хорошо. Ну, давайте, пожалуй, что попробуем записать это через f меню без индекса А. Как это будет? Значит, наверное, получится что-то такое. Равняется, да? Значит, будет, наверное, какой-то след. Интеграл d4x f меню плюс-минус f меню с волной в квадрате. Ну, и нужно, конечно, какой-то нормировочный коэффициент поставить правильно. Значит, ну, если вспомнить, значит, что обычно, значит, вот вылезает после взятия следа, значит, вылезает константа связи в квадрате. Поэтому на нее надо доделить. Теперь вылезает еще одна вторая из следа генераторов. Поэтому, значит, двойка сверху. Ну, и еще там мимо единицы есть, да, в разложении по генераторам. Вот сегодня там в начале как раз писали. Соответственно, значит, в разложении по генераторам присутствует мимо единица. В квадрате она дает минус 1. Поэтому, значит, тут получилось правильное равенство. Ну, еще вот так вот надо добавить. Хорошо, хорошо. Значит, вот такая штука у нас получилась. Равняется, давайте раскроем квадрат. Минус 2 на е квадрат трейс интеграл d4х. А здесь будет сколько там? Три слагаемых. f меню квадрат плюс-минус 2 f меню на f с волной меню. Так, и плюс f меню с волной в квадрате. Так, ну, первое из них похоже на действия теории, да? Второе похоже на топ число. Ну, а третье ни на что не похоже. Значит, давайте поэтому займемся как раз вот этой штукой. Значит, f с волной меню в квадрате. Что это такое? Это есть f с волной меню на f с волной меню равняется 1 вторая эпсилон меню альфа-бета ф альфа-бета на 1 вторую эпсилон меню. Ну, теперь уже альфа-бета писать по понятным причинам нельзя. Поэтому надо гамма-дельт писать. Вот так вот. Возникает свертка двух эпсилон символов по двум индексам. Это выражение известное. Значит, ну, 1 четвертое произведение вот этих вот. Потом, значит, сколько индексов свертывается, столько и факториалов. Поэтому, значит, умножить на 2 факториал, а дальше из оставшегося определителя. Причем в эвклидованном пространстве всегда со знаком плюс. Никаких там минусов, которые в Менковском возникают, здесь не будет. Поэтому, соответственно, дельта альфа-гамма, дельта-бета-дельта, минус дельта-альфа-дельта, дельта-бета-гамма, f альфа-бета, f гамма-дельта. Ну, после несложных усилий, значит, можно сообразить, что оба слагаемых дадут одно и то же. Значит, здесь будет одна вторая, еще двойка из двух слагаемых. Поэтому получится просто f альфа-бета в квадрате равняется, естественно, f меню в квадрате. Вот, поэтому что у нас получается? У нас получается, что 0 будет, значит, меньше либо равен, чем минус 4 разделить на e квадрат трейс интеграл d4x f меню в квадрате. Значит, это сумма вот этого и вот этого, они одинаковые. Так, и минус плюс, минус, еще плюс-минус, будет минус-плюс. 4 разделить на e квадрат трейс интеграл d4x f меню, f меню с волной. Теперь, значит, равняется, давайте попробуем сообразить, что это будет. Ну, вот это первое, оно похоже на действие, да, давайте вспомним, значит, в чем разница. Значит, где-то, наверное, вот здесь не помешает написать, да. Значит, действие нашей теории, оно имеет следующий вид. Минус единица на 2e квадрат трейс интеграл d4x f меню квадрат. Значит, поэтому здесь будет, сколько тут получится? 8, 8s. Так, минус, плюс, минус, плюс. А вот эта штука топ-число, ну, только отличается от него на коэффициент. Ну, давайте так, значит, прикинем, сколько здесь будет. Минус 64, по-моему, да, разделить на e квадрат и на топ-число. Ну, по-моему, вот так вот, да. Значит, если разделить 64 на 16, как раз будет 4. Хорошо, ну, таким образом, эквивалентно, можно переписать это так. s больше либо равно, ну, 64 на 8, к счастью, делится. Так, да, π квадрат, π квадрат должно быть, должно быть, должно быть. Сверху, вот здесь, π квадрат. Больше либо равно 8π квадрат. Сейчас для знака оставим место. Так, 8π квадрат, n разделить на e квадрат. Так, и знак должен быть минус плюс, да, минус плюс. Хорошо, таким образом, значит, вот действие оказалось, значит, больше либо равно чего-то. И понятно, что если действие равно плюс-минус чего-то, то, соответственно, мы получаем, что действие больше либо равно, чем модуль. Вот. То есть, по крайней мере, вот такое вот есть интересное неравенство, которому удовлетворяет действие. Хорошо, теперь следующий момент. Значит, допустим, n у нас фиксировано. Значит, и мы смотрим, значит, а когда здесь получается знак равенства. Понятно совершенно, что знак равенства соответствует минимуму действия в секторе с заданным топ-числом, да. А минимум действия – это у нас всегда, значит, уравнение движения, да. Условия минимума действия и уравнение движения – это одно и то же, прекрасно известно всем. Вот. Поэтому в том случае, когда вот в этом неравенстве достигается знак равно, мы получаем решение уравнения движения. Хорошо. Вопрос. А когда здесь знак равно достигается? Ну, нужно аккуратно только здесь, значит, все делать. Так. Здесь минимум обязательно должен совпасть со знаком равенства здесь. Может, он будет больше, чем равенства? Ну, здесь просто получится, что совпадет. Потому что, значит, конечно, когда, допустим, был монополь, там действительно, значит, минимум мог быть больше. Почему? Потому что, скажем, если лямбда там не равнялась нулю, помните, да, там, то действительно, значит, там получалось, что минимум действия будет больше, чем, как бы, значит, сколько там, ВЖ. Минимум энергия тогда было. Хорошо. Но здесь все получается. Почему? Потому что здесь, значит, где у нас был знак неравенства? Давайте вспомним. Значит, так, как там было? Ноль. Если не правильно, так, по-моему, было вот так вот. Ну, проверьте меня, по-моему, так вот я писал. Так, интеграл d4x, f меню, так, плюс-минус было, да? Плюс-минус. Вот. Вот такая была штука. Вот это единственное было неравенство, да? Вот, которое во всей вот предыдущей, так сказать, выкладке было. Одно-единственное, да? Но смотрите, не так сложно добиться того, чтобы оно выполнялось. Если, скажем, там, вот то, что стоит в скобках, равно нулю, то неравенство заменится на равенство. Поэтому здесь есть возможность, довольно несложная, добиться того, чтобы, так сказать, равенство выполнялось. Поэтому как раз минимум действия будет действительно совпадать. То есть это возможный вариант. Когда мы там лямбда, допустим, откидывали и не знали, значит, чему равен там целый кусок энергии, тогда, значит, действительно, значит, можно было, так сказать, сказать, что, вообще говоря, при лямбда неравном нулю, там энергия должна была быть больше чего-то. Но здесь, значит, равенство прекрасно будет выполняться. Но только надо аккуратно, естественно, все проанализировать. Давайте попробуем, значит, сделать все аккуратно. Так, значит, давайте я вот так чуть-чуть компактифицирую все здесь. Значит, так, плюс 8p квадрат n, значит, я квадрат. Так, здесь, конечно, надо внимательно рассмотреть два случая. Значит, случай первый. Если n больше либо равно нулю, то в этом случае понятно, что действие в точке минимума будет равно плюс 8p квадрат на e квадрат на n. Ну, просто потому что действие, как мы с вами говорили, величина положительная, а топ-число, ну, в первом случае тоже величина положительная. Теперь, ну, если внимательно посмотреть вот на эту штуку, то видно, что знак плюс соответствует нижнему знаку. А знак вот здесь и здесь они согласованы друг с другом. Поэтому, если здесь мы берем нижний знак, то и здесь надо взять нижний знак. Следовательно, вот это вот равенство будет выполняться в том случае, если f-меню равняется f-меню с волной. И вот эта штука называется уравнение самодуальности. И через некоторое время мы его решим. Вот, а если мы найдем его решение, смотрите, вот как раз еще раз, так сказать, наверное, пояснее немножко отвечу на этот вопрос. Вот мы это уравнение решим, найдем полевую конфигурацию, которая ему удовлетворяет. Стало быть, здесь будет знак равенства, да? Все, значит, уже. И здесь получится тогда знак равенства. То есть, как только мы решаем это уравнение, мы получаем полевую конфигурацию, которая удовлетворяет этому неравенству со знаком равно. Все, а стало быть, это и минимум действия, да? Разобрались. Ну, решение будет, я думаю, в следующий раз. Хорошо, хорошо. Значит, это случай один. Теперь случай два. Случай два. Случай два. Если n меньше нуля, ну, n равно нулю, случай, конечно, тривиальный, а мю равно нулю и все. Значит, соответственно, s равняется минус 8π квадрат на e квадрат на n, потому что это положительное число, и со знаком минус вот эта штука тоже будет положительна. Следовательно, надо взять верхний знак, и тогда f меню будет равно минус f меню с волной. Ну, и вот эта штука есть уравнение антисамодуальности. Вот, таким образом, для решений, на самом деле, с конечным действием, уравнение движения сводится к уравнениям самодуальности и антисамодуальности. Ну, там чуть ближе к концу курса у нас будет пример, в котором мы просто покажем, что у уравнения движения есть решение с бесконечным действием, и они уравнением там самодуальности или антисамодуальности не удовлетворяют. Поэтому, на самом деле, конечно, значит, при выводе этих уравнений достаточно существенно то, что действие представляет собой величину конечную. Для бесконечных, для решений с бесконечным действием все эти рассуждения уже несправедливы будут. Хорошо. Значит, теперь смотрите, на самом деле, на самом деле, конечно, получить из уравнений самодуальности и антисамодуальности уравнения движения можно в одну строчку. Смотрите, если, значит, f-меню равняется плюс-минус f-меню с волной, то применим к вариантную производную, к обоим частям этого равенства. Но правая часть просто оказывается равной нулю в силу тождества Бьянки для тензора поля. Поэтому совершенно очевидно, что из уравнения самодуальности уравнение движения следует в момент. Другое дело, что в обратную сторону, конечно, это надо постараться немножко. Вот то, что мы сделали, это как раз, собственно, обратный переход. И для обратного перехода требуется еще как раз условие конечности эвклидового действия. Вот. Ну, а в другую сторону, вот, в одну строчку. Хорошо. Теперь вопрос такой. Ну, в принципе, значит, опять же, глядя на все вот это, значит, можно, наверное, было бы предположить, а вот если у меня, скажем, f-меню равняется лямбда f-меню с волной, вот почему для каких-то других лямбда, которые, так сказать, не равны плюс-минус единица, у меня не может быть, так сказать, каких-то полевых конфигураций. Потому что понятно, что если f-меню равно лямбда на f-меню с волной, то, естественно, тогда уравнения движения точно так же выполняются, как мы только что показали, что из уравнения самодуальности следует уравнение движения. Ну, то же самое и здесь будет применим к вариантной производной сюда, и сюда справа получим 0. Поэтому, вообще говоря, если вот такое равенство есть, то уравнение движения выполняется. И вот вопрос, а почему у нас вдруг получилось, что лямбда равно плюс-минус 1? Ну, на самом деле, сообразить, значит, довольно несложно. Давайте попробуем, значит, применить сюда вот эту вот операцию дуальности, да, то есть, по сути, умножим, значит, вот эту штуку там на одну вторую, epsilon, там, альфа, бета, меню. Вот. Ну, индекс потом переименуем. Соответственно, понятно, получится вот такая величина. А что такое f-меню с двумя волнами? Давайте попробуем эту величину посчитать. Это есть 1 вторая epsilon, меню, альфа, бета, f-альфа, бета с волной. Правильно? Одна волна дает вот этот вот epsilon-символ, но вторая остается. Равняется 1 вторая epsilon, меню, альфа, бета на 1 вторую epsilon, альфа, бета, гамма, дельта на f-гамма, дельта. Вот два раза мы применили вот эту вот волну. Видим свертка epsilon-символов по двум индексам. Значит, 2 факториал, соответственно, 1 четвертая, 2 факториал. Ну, напишу еще разочек. Ну, гамма, дельта, ню, дельта, минус дельта, мю, дельта, дельта, ню, гамма, f, гамма, дельта. Ну, опять же, сворачивая, значит, дельта-символы, используя антисимметрию тензора поля, получается, что это есть просто f-меню. Ну, очевидно, совершенно. Вот, поэтому на самом деле вот эта штука есть f-меню. Поэтому здесь мы можем написать, что это и есть лямбда f-меню. Воспользуемся снова этим равенством. Равняется лямбда квадрат f-меню сволной. Ну, отсюда совершенно очевидно, что лямбда квадрат должно быть равно единице, и, следовательно, лямбда равно плюс-минус 1. Ну, естественно, для нетривиальных решений. Вот. Таким образом, никаких других лямбда, конечно, получиться не может. Вот. И, собственно, все, что мы получили, значит, это все возможности, которые могут здесь быть. Хорошо. Все. Таким образом, если мы ищем решение уравнения движения с конечным эвклидовым действием, то мы можем не решать сложные уравнения второго порядка, а решать намного более простые уравнения самодуальности и антисамодуальности, которые являются уравнением первого порядка. Ну, почему, кстати, первого порядка, я думаю, совершенно очевидно. Потому что тензор поля, в конце концов, это там первое производное от потенциала. Вот. И стало быть, естественно, уравнение самодуальности представляет собой уравнение первого порядка. Так. Ну, хорошо. Хорошо. Теперь давайте потихонечку будем переходить к нахождению явного вида инстантонных решений. Для этого нам потребуются там некоторые вспомогательные объекты, которые мы сейчас там, наверное, введем. Ну, а уже, значит, в следующий раз, конечно, в явном виде построим сам инстантон. Так, параграф 4, следующий. Параграф 4. Явный вид инстантонных решений. Так. Ну, сегодня нам, наверное, удастся только ввести некоторые обозначения. Вот. Здесь, конечно, нам потребуются некоторые такие хитрые конструкции. Вот. Ну, вот сегодня начнем их вводить, а там, наверное, какие-то их свойства уже скорее всего, что придется обсуждать в следующий раз. Хорошо. Значит, итак, некоторое время назад мы с вами ввели величины Емютея, которые есть и сигма, и единичная матрица, и, соответственно, Емютея крест, которые есть, минус и сигма, и единичная матрица. Вот давайте из этих величин мы построим следующие конструкции. Значит, здесь будет сигма меню. Значит, и здесь будет сигма меню с чертой. Так. Ну, опять же, чтобы там ничего не перепутать, я спешу с бумажки. Значит, это будет вот такая величина. Единица на 4И, Емю крест Еню, минус Емю крест Емю. А здесь наоборот. Сейчас, извините, не-не-не, вот в итоге, кстати, переписал неправильно. Вот. Наоборот, крест должен быть вот здесь. Крест, крест. А вот у сигмы с чертой, вот так. Емю крест Еню, минус Емю крест Емю. Так, смотрим внимательно. Так, ага, да. Вот так. Очевидно совершенно, что по своему определению, значит, эти величины будут антисимметричны по индексам Мю и Ню. Да? Минус сигма Ню Ню. Значит, минус сигма с чертой Ню Ню. Это раз. Теперь, ну, кроме того, совершенно понятно, что при фиксированных значениях Мю и Ню, естественно, от единицы до 4, это будут матрицы размера 2 на 2. Более того, как несложно сообразить, они выражаются через матрицы Паули. Значит, записать их можно на самом деле вот так вот. Значит, сигма Мю Ню равняется 1, 2, это Мю Ню АТ, сигма АТ, где сигма матрицы Паули. Соответственно, значит, в этой формуле Мю Ню пробегают значения от 1 до 4, а индекс А пробегает от 1 до 3 значения. И сигма с чертой Мю Ню можно представить в виде это с чертой Мю Ню А на сигма А, где вот эта вот величина, это Мю Ню А, и, соответственно, величина это с чертой Мю Ню А, называется символами Тхофта. Ну, вообще, кстати, Инстантон это вот Тхофт предложил, Белавин, вот, еще там двое, так сказать, по-моему. Вот, ну вот, конечно, Тхофта в том числе основополагающая работа, и, соответственно, вот это называется символ Тхофта. И это, и это с чертой, да. Сейчас мы для них явные выражения напишем. Значит, в явном виде они записываются таким образом. Давайте сначала перепишу, а потом докажем. Давайте, значит, напишем, что такое символ Тхофта. Значит, это Мю Ню АТ равняется, значит, эпсилон Мю Ню АТ, значит, если Мю Ню пробегает значение от единицы до трех, и дельта А Мю Т, если Ню равняется четырем. Ну, естественно, он равняется, там, минус это Ню Мю А. Очевидно, антисимметричен, да. Значит, ну и аналогичные формулы здесь. Значит, это с чертой Ню Мю А равняется это Мю Ню А с чертой. Ну, понятно, это равенство следствия антисимметрии Сигма. Значит, и равняется, значит, будет следующее, эпсилон Мю Ню А. Значит, если Мю Ню пробегает значение от единицы до трех, и минус дельта А Мю, если Ню равняется четырем. Вот, ну давайте так, сейчас успеем проверить это. Ну, успеем, конечно. Хорошо, ну давайте, пожалуй, что вот эти вот равенства проверим. Это, в общем, дело не особо хитрое. Так. Ну, ладно, значит, все, все это переписалось. Давайте пожертвуем, значит, правой половиной доски. Ага. Да, да, давайте. Вот, ну вот так вот пока вот эту формулу перепишу. Значит, ну проверяется-то все очень легко. Значит, давайте будем проверять, ну, например, вот эти равенства. Тогда смотрите, скажем, есть ли у меня первый случай, если, значит, Мю Ню пробегает значение от единицы до трех, да, то что в этом случае у меня будет? Сигма Мю Ню равняется. Ну вот определение. Соответственно, единица на четыре И. В этом случае, ну, смотрим, вот эта штука есть и сигма Мю Т. Вот эта штука минус и сигма Ню Т. Минус наоборот. Равняется, так, равняется единица на четыре И, коммутатор двух матриц Паули. Равняется, ну, коммутатор двух матриц Паули, известно, чему равен, да, единица на четыре И на дво И, эпсилон Мю Ню А Т, сигма А Т. Снова выражается через матриц Паули. Равняется одна вторая эпсилон Мю Ню А, сигма А. Ну, пожалуйста. Вот эта формула получилась верхняя, да? Все верно. Так, хорошо, хорошо. Значит, ну, сразу же, давайте, опять же, просто я не буду там подробно писать, словами скажу, что если сигма с чертой, то вот этот вот крест, он перемещается сюда, а вот этот крест перемещается вот сюда. Значит, тогда просто у вас вот здесь будет минус И, а здесь будет плюс И. Ну, и здесь то же самое. Вот, поэтому точно такая же формула будет справедлива и для сигмы с чертой вот в этом случае. Поэтому, значит, и верхнюю строчку вот здесь тоже мы получаем легко. Так, хорошо, это первое. Теперь второй случай. Второй случай. Второй случай. Значит, если, кто у нас там, Мю равно четырем, понятно, Мю, естественно, четырем равно быть не может, потому что сигма 4,4 это ноль в силу антисимметрии. Поэтому, соответственно, Мю должно пробегать, естественно, значение от единицы до трех. Тогда, значит, сигма Мю 4 будет равно единица на 4 и скобка. Значит, ЕМю это у нас и сигма Мю. И сигма Мю. Теперь Е4 крест, единичная матрица, минус наоборот. Значит, единичная матрица на минус И сигма Мю равняется 1 вторая сигма Мю равняется 1 вторая дельта А Мю на сигма А. Ну, собственно, вот она получилась, вторая формула, да? Значит, что касается с чертой, ну, давайте напишу, может, вот здесь вот ниже, сигма с чертой меню, да? Сигма Мю с чертой. В данном случае будет единица на 4 и. Ну, теперь только здесь должно стоять минус И сигма Мю на единичную матрицу, да? Потому что должно быть здесь на первом месте ЕМю крест. Вот. Ну, а здесь наоборот, соответственно, И сигма Мю равняется минус 1 вторая сигма Мю. И сигма Мю равняется минус 1 вторая дельта А Мю сигма АТ. Ну, вот, так что все. Формулу для вот этих вот символов Ткофта мы с вами вывели. Так, ну вот, а замечательные, значит, эти матрицы, значит, следующими свойствами. Давайте, вот, пожалуй, что там есть еще немножечко времени, поэтому давайте я парочку свойств напишу простых. Значит, там, в следующий раз уже будем их выводить. Так, ну, во-первых, определение, да? 4 и. Е мю крест Е ню минус Е ню крест Е ню. Вот, значит, самое важное, наверное, свойство их заключается в том, что вот эти матрицы являются самодуальными, а вот эти матрицы являются антисамодуальными. То есть 1 вторая эпсилон меню альфа-бета на сигма альфа-бета равняется сигма меню и 1 вторая эпсилон меню альфа-бета на сигма с чертой альфа-бета равняется минус сигма с чертой меню. Вот такие вот очень полезные свойства, они нам потребуются. Ну, давайте еще парочку свойств я напишу, а доказательства уже на следующий раз оставим. Значит, еще есть вот такое вот свойство, что эпсилон меню альфа-бета сигма-бета-гамма равняется минус дельта меню гамма сигма-ню альфа плюс дельта меню гамма сигма-альфа-мю плюс дельта альфа-гамма сигма меню. Вот такое свойство. И здесь аналогичное свойство только с противоположным знаком. Все это нам потребуется в ближайшее время. Здесь только знак будет плюс и такая же скобка. Дельта мю гамма сигма-ню альфа с чертой плюс дельта ню гамма сигма с чертой альфа-мю плюс дельта альфа-гамма сигма с чертой меню. Так, ну и еще одно свойство, опять же, значит, доказательства все на следующий раз. Ну, вот самое интересное, наверное, свойство их. Значит, вот если я напишу коммутатор сигма-меню сигма-альфа-бета, то получится некая знакомая формула. Так, кто может сказать, вот что за формула пишется? На что она похожа? Да, 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 это абсолютно правильно. Это, конечно, формула для самокоммутационных соотношений генераторов. Ну, понятно, здесь, конечно, будет не группа Лоренса, соответственно, поскольку эвклидово пространство, то, естественно, SO4, да, там, где генераторы группы Лоренса, там вместо дельта символов стояла метрика, да, а теперь, значит, вот практически там, ну, с точки, естественно, донормировочного коэффициента, значит, будет формула для коммутационных соотношений генераторов группы SO4. И точно такая же формула для вот этих вот величин. Ну, давайте вот последнюю формулу сегодня мы напишем. Значит, и, ну, все то же самое, только замена, значит, сигма на сигма с чертой. Сигма с чертой ню бета, так, плюс дельта ню бета, сигма с чертой везде теперь будет, мю альфа, так, минус дельта мю бета сигма с чертой ню альфа, минус дельта альфа ню сигма с чертой ню бета. Ну вот, таким образом, видите, что на самом деле вот эти вот сигмы, конечно, фактически представляют собой в некотором представлении, да, в одном представлении сигма меню, в другом представлении сигма с чертой меню, ну, генераторы группы SO4, там, с точностью до необходимого нормировочного множителя, да. Вот, хорошо, ну, давайте так, значит, я, конечно, значит, постараюсь, значит, какую-то часть из этих формул доказать, обязательно проверим вот эти свойства, значит, вот эти свойства тоже докажем. Ну, здесь я, наверное, все уж совсем не буду доказывать, но, по крайней мере, некоторые куски постараемся проверить. Продолжение следует...